Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Представитель партии коммунистов Игорь Грицко. Добрый вечер! Рядом со мной под третьим номером должен был быть представитель партии «Воля народа», но они, к сожалению, не пришли на сегодняшние дебаты. Далее следует представитель движения профессионалов «Спиранца Надежда» Андрей Доник. Добрый вечер! Добрый вечер! И господин Ион Лященко, представитель партии «Демократия Акасы». Добрый вечер! Селям Бунасара! Бунасара! Правила у нас такие же, как на дебатах по выборам в парламент Республики Молдова. Восемь минут для каждого конкурента, обратный отсчет времени, кандидаты все видят, вы периодически это будете видеть на экране. Восемь минут для того, чтобы представить свою позицию, почему должны голосовать на референдум «Да» или «Нет», потому что разные партии по-разному агитируют. И потом дебаты сами по себе, ответы на вопросы и в конце обращение с призывом идти или не идти, или голосовать за или против. Пожалуйста, в порядке регистрации конкурентов, госпожа Вилета Иванов, представитель Демократической партии. Спасибо, господин Голя. Я хотела сказать с уверенностью, что Демократическая партия всегда прислушивается к тому, что говорит народ. Мы постоянно находимся в прямом контакте с нашими избирателями, с народом. И мы слушаем, и всегда их пожелания отражаются в наших политических документах, в наших стратегических документах и вообще в законах в целом. Хотела напомнить, что еще в 2016 году на съезде партии было принято четкое решение о сокращении государственных структурах, можно сказать, об оптимизации, для того, чтобы лучше работали министерства, правительства, а также и сокращение и парламента. Первую реформу мы успешно провели. Вы знаете, что в Республике Молдова в маленькой стране 16 министерств, это было действительно очень-очень много. Хочу напомнить, что каждое министерство имеет какие-то ведомственные структуры, в каждой ведомости инспектора, инспекции и так далее. Я была недавно на предприятии, мне директор говорил, что до этого по полдня они тратили на то, чтобы решать, встречаться с инспекторами и так далее. И если сравнить с другими странами, в Германии 11 министерств, в Соединенные Штаты, сравните, пожалуйста, территории, 12 министерств и так далее, в Молдове, это было чересчур много. Также мы считаем, что сокращение числа депутатов, это приведет к тому, что парламент лучше будет работать, это приведет к тому, что депутаты будут действительно постоянно в прямом контакте с народом и решать их проблемы. Спасибо. Чуть более двух минут вы использовали. Господин Игорь Грицко, представитель партии коммунистов. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Партия коммунистов призывает вас выйти на голосование, голосовать по партийным спискам и за кандидатов одномандатников и воздержаться даже от того, чтобы брать бюллетни, чтобы не составить явку на этот референдум. Этот референдум продвинул правящий беном Плаходон, так называемый в народе. Демократическая партия его пролоббировала в парламенте и Додон быстренько его подписал, промальгировал. Это с нашей точки зрения правящий беном старается уменьшить свои затраты, так как действующее большинство неоднократно заявлялось представителями нашей партии, было куплено, так как Демократическая партия по итогам выборов 2014 года имела всего лишь 19 депутатов, а сейчас она уже имеет большинство. Чтобы не покупать большее количество депутатов, они пытаются сократить парламент. Парламент у нас по Конституции является единственным законодательным органом в Республике Молдова. Но де-факто у нас законодательство в других куларах принимают, поэтому очень важно, чтобы этот законодательный орган был действующим во многих государствах, как постсоветского пространства, так и Европейского Союза, в которых численность населения даже меньше, чем Республики Молдова. Парламент меньше 101 депутата не находит. Спасибо. Две с половиной минуты вы использовали. Господин Андрей Донико, представитель движения «Спиранца Надежда». Добрый вечер всем. Во-первых, я хочу заметить, что мы единственное общественно-политическое движение посреди всех этих партий, которые участвуют на этих выборах. Нам удалось зарегистрироваться тоже, и будем участвовать активно, и будем бороться против всех этих партий. На сегодняшний день, вы же понимаете, вопрос с референдумом – это просто игры политические. Знаете прекрасно, что недавно некоторые партии собирали сотни тысяч, на которые сегодня ссылаются подписи партии демократов, и делают вид, что они делают волю народа. А с другой стороны, даже те, которые собирали, сейчас играют типа в оппозицию, и не хотят даже участвовать в этих дебатах, просят бокотировать или там не голосовать. Это значит, что они просто работают для пиара, на самом деле это не идея, которая не борется за идеей, а просто вот так хотели собрать народ по ихним инициативам, но на самом деле они даже их не хотят имплементировать. Мы единственная организация общественно-политического движения, движение профессионалов «Надежда». Мы смотрим на это не как политики, а как общественники, и смотрим реально, какие вопросы заданы, и мы отвечаем, мы единственные, которые отвечаем за один вопрос – за снижение наших бизнесменов в парламенте, их депутатами невозможно назвать, потому что 101 депутатов – это много для нашей Молдовы. А против второго вопроса, я объясню потом почему. 101 депутатов для нас – это много, эти бизнесмены там ничего не решают, все равно сегодняшний день в политической сфере решают семеро лидеров партии, и мы считаем, что это много, и 51 бизнесменов – это будет достаточно. Если даже по цифрам сказать, даже в Европе, допустим, в Бундестаге, в Германии, 116 тысяч людей, один депутат, то есть, репрезиденты, да, 116 людей. В России один депутат – 320 с чем-то тысяч людей, даже не говорю про Америку, там 700 тысяч с чем-то. А у нас один депутат, 34 тысячи молдаван, и один депутат. Нет, так если будет 51, то примерно как в Румынии, в Румынии 64 тысячи депутат, это 64 тысячи человек, он депутат, репрезидентный, 64 тысячи. Представляет. Да, представляет, извиняюсь. А будет у нас, если 51 где-то, будет 54 тысячи депутат, будет представлять людей. Поэтому мы считаем, что надо сокращать. Спасибо. И господин Иоанн Лященко, представитель партии «Демократия Акасы». Да, добрый вечер. Мы унионисты, несмотря на то, что есть стереотипы в обществе, что мы какие-то отрицательные про нас, мы, группа людей, позитивно настроены, и хотим, видим решение проблем Республики Молдовы через объединение с Румынией. Без разницы, какие у нас политические убеждения, религиозная принадлежность, либо этнос, либо другие разницы. Мы собрались, как группа людей, унионисты из гражданского общества, под символом Республики Молдовы, воссоединенной с Румынией. И в том числе решили рассказать вам про этот референдум, какая позиция молодых унионистов. Мы считаем, что этот референдум просто популизм. Он нелегальный и нелегитимен, потому что по электоральному кодексу говорится, что такого рода плебисцит не может организовываться 60 дней до парламентских выборов и 60 дней после парламентских выборов. Если бы даже хотелось действительно уменьшение числа депутатов, то тогда бы организовался не консультативный референдум, а конституционный референдум. То есть практически, даже если будет результат позитивный от этого референдума, у него будет нулевая юридическая ценность. Поэтому мы призываем тех, которые живут на территории Республики Молдовы, если нет очередей у избирательных участков, брать буллетени за униноминальные округа по партийным спискам, голосовать, как вы считаете нужным. А те два буллетеня по референдуму, просто пишите на них слово унире, или что вы желаете нашим правителям. Те из диаспоры, мы призываем бойкотировать этот референдум, мы помним, как в 2016 году были большие очереди в больших городах Европы, когда у нас был только один буллетень, и люди знали точно, что они будут голосовать. Теперь у нас четыре буллетеня. Значит, просто не теряйте время, не берите бюллетени, голосуйте по тем двум спискам, что являются парламентские выборы. Что касается уменьшения все-таки... Сокращения количества депутатов. Сокращения количества депутатов. Если бы у нас, если бы хотелось бы уменьшение затрат на эти институты власти, тогда бы я вас спрашиваю, спрашиваю себя, это риторический вопрос, почему бы нам не аннулировать институт президента, который потратил 20 миллионов леев в прошлом году, и столько вреда нам натворил так на внутреннем плане, когда он разжигает межнациональную рознь, в том числе нас, унионистов, атакует, а в внешней политике просто люди смеются над этим клоуном-президентом. Я вам скажу только несколько примеров. Счетная палата стоит... Илья Лященко, у вас чуть более 4 минут осталось. Хорошо. Только пример один. Счетная палата 46 миллионов тратит, парламент тратит 40 миллионов, президентура 20 миллионов. Только за цветы они 360 тысяч леи потратили. Поэтому это все, это популизм. Байкутируйте, либо пишите слово универе. Спасибо. Спасибо. У вас меньше всего времени осталось. Длинное выступление вначале. Но, конечно, и на русском, и на гагузском бы рассказал. Басилямы, дорогие гагузы. Это за счет вашего времени. Хорошо. Говорите, это за счет вашего времени. Я попытаюсь задать хотя бы по одному вопросу. Хотя у меня больше всего вопросов, конечно, к госпоже Ивановой, потому что они инициировали референдум, они как бы должны объяснять для чего и почему. Но у меня вопрос такой. Госпожа Иванова, вы в этом парламенте, в нынешнем действующем парламенте, председатель комиссии по внешней политике. Вы хорошо знаете конъюнктуру европейскую. Зачем было выносить на референдум вопрос, который противоречит демократическим стандартам, и чего нет ни в одной европейской цивилизованной стране, и противоречит Конституции. Я имею в виду ваше предложение о введении императивного мандата. Вы знаете, какой будет ответ Венецианской комиссии Совета Европы. Почему именно этот вопрос? Пожалуйста. Я хочу сказать, что это абсолютно конституционно, потому что вопрос мы выдвигаем на выборы одновременно, потому что вопрос касается выборами, и это абсолютно конституционно. Я останавливаю время и хочу уточнить. Статья 68 Конституции. Любой императивный мандат является недействительным. Вы предлагаете ввести императивный мандат. Я это имею в виду, а не проведение референдума в день выборов. Речь идет о теме аналогичной выборами. Я очень четко хочу об этом говорить. Мы также выдвигаем референдум и ратуем за проведение референдума совместно с выборами, чтобы сократить расходы. Как я уже объяснила, мы ответственны перед народом. И вот именно тема проведения референдума, так как мы встречаемся, все наши коллеги встречаются с людьми ежедневно, люди подняли эту тему. Люди хотят увидеть парламент меньше, то есть не 101 депутата, а 61 депутат. И также люди хотят иметь рычаги для того, чтобы отзывать того или иного депутата, который не справляется с теми ответственностями и не выполняет те программы, с которыми он приходит на выборы. Спасибо. Я не буду комментировать. Пожалуйста, господин Грицко, объясните, вы в принципе против любого референдума или против вынесения конкретных вопросов на референдуме? Нет, естественно, я не могу быть против любого референдума. Во-первых, референдум должен проходить, как сказал наш коллега по Плато, за 60 дней, либо после 60 дней проведения парламентских выборов. Плюс, опять же, подтвержду то, что я говорил, помимо того, что им надо меньшее количество депутатов для приобретения контролируемого большинства, также им нужен рычаг в случае, если кто-то из депутатов, скажем так, взбрыкнет, чтобы был рычаг для того, чтобы его, имея все рычаги власти, его отстранить. Мы вспомним господина Балбачану, который был единственным депутатом о демократической партии, который вышел из нее. И сейчас он осужден, по-моему, если не ошибаюсь, по статье за предательство Родины. Спасибо. Господин Даник, к вам вопрос. Вы занимаетесь самую оригинальную позицию в этом референдуме. Вы предлагаете участвовать в референдуме, на первый вопрос ответить «да», на второй вопрос ответить «нет». По поводу ответа «да». Вы привели два примера самых больших стран Европы, ну, одних из самых больших, России и Германии. Я вам могу привести как минимум 10-20 примеров малых стран, сравнимых с Молдовой, где представительство депутатов, количество депутатов больше. Это Эстония, меньше чем Молдова, 101, Латвия, Литва, Исландия. Много-много стран, которые сравнимы с Молдовой по территории, по населению, имеют от 80, от 90 и более депутатов. На чем строится ваше предложение? Вот именно нельзя сравнивать Молдову с Россией, нужно сравнивать скорее с Эстонией, да? Пожалуйста, аргументируйте свою позицию, да? Потому что там, да, позиция наша, я ясно сказал, почему именно так. Если мы посмотрим трансляцию, как работают эти депутаты в эти парламенты, которые вы сказали, то там видно, что они все предлагают, разговаривают. То есть как минимум хоть что-то предлагают, за что-то борются в этом парламенте. А у нас 80% депутатов сидят там и просто они поднимают руку, тогда, когда им дали задание поднять и все. У нас решают вопросы только максимум 7 человек, 7 лидеров партии, которые из некоторых из них, 3 там, допустим, в правительстве, а 4 играют роль оппозиции. Это все игры политические, это люди все понимают, потому что сегодня оппозиция одна партия, завтра другая, и они меняются между собой. И вот эта система политическая настолько все держит, это все, даже все, что решается в парламенте. Поэтому мы считаем, что 61 бизнесменов, депутатов в парламенте, это будет нормально для нашей страны. Тем более у нас люди уезжают с этой страны, все меньше и меньше молдован. Этот геноцид, который на сегодняшний день в Молдове, который мы себе предложили, в принципе, и остановить, поэтому у нас есть знак «Стоп геноцид» нашего движения, именно из-за этих начинается, из-за этих депутатов. Потому что депутаты – это не просто парламентская работа, они и утвердают и правительство, они ставят должность, всех снимают, как бы ставят должность, кого снимают. Поэтому мы за первый вопрос надо снизить, то есть сократить бизнесменов в парламенте. Спасибо, понятно. Господин Лященко, к вам вопрос. Вы против референдума? Это понятно. Против проведения референдума вообще. Я вас хочу спросить. Ваша партия против любых политических реформ? Или все-таки считаете, что что-то нужно реформировать, что-то в нашей стране не так, и возможно узнать мнение народа по поводу определенных реформ? Спасибо. Конечно, мы за функциональную демократию, но, к сожалению, все те, кто правили Республикой Молдовы последние 27 лет, они доказали, что они просто не способны править Республикой Молдовы так, чтобы люди жили лучше. Мы унили о демократии, о кассе, так же, как и вы. У нас тошнота, когда мы смотрим на политический класс Республики Молдовы. И на данный референдум у нас позиция против. Очень ясно, почему. Потому что это два вопроса, которые имеют роль запутать людей. Референдум нелегальный. Второй вопрос. Мы знаем, что любой императивный мандат нулевой. И через второй вопрос пытаются просто запугать других депутатов, чтобы у них был дамоклов меч над головой, и когда они как-то неправильно шагнут, чтобы их могли шантажировать. У нас есть пример, когда снималась депутатская прикосновенность. То есть, если депутат действительно нарушил что-то, есть прокатура, которая идет в парламент и снимает парламент депутатскую прикосновенность, пусть он отвечает по закону. Любые референдумы хороши, особенно на местном уровне. Но если хотелось бы действительно решить проблему, надо было организовать конституционный референдум и не лгать людям о том, что это просто референдум, которых не будет никаких затрат. Потому что сравнить с парламентским выбором 2014 года, когда потратились 53 миллиона лей, на эти выборы тратится 120 миллионов лей. Да вот смотрите разница. Разница 70 миллионов лей для простой манипуляции и запутать людей, граждан Республики Молдова. Спасибо. У вас мало времени осталось. Я думаю, что есть и реплики, и вопросы друг к другу. У нас короткая реклама, после которой мы продолжим. Готовьте свои вопросы друг к другу. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Уважаемые телезрители, мы вернулись в студию. Напоминаю, мы проводим дебаты по поводу референдума 24 февраля. У нас представители партии конкурентов на этом референдуме. Пожалуйста, есть ли у кого есть реплики или вопросы по тому, что было сказано уже? Госпожа Иванова? Вы знаете, у меня нет абсолютно никаких вопросов, потому что я так вижу, что мои уважаемые коллеги, у них нет опыта ни работы в правительстве, ни в парламенте. У меня огромный опыт и в правительстве, потому что работал очень долгое время министром. Очень хороший опыт и в парламенте. И хочу сказать, что правительство и парламент, когда объединяет усилия и работают для развития страны, получаются очень хорошие результаты, так как мы доказали, демократическая партия Молдова, что всего лишь за три года мы можем и восстановить вопросы, дороги, мы можем приходить с конкретными программами, первый, второй, 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 второй. Про референдум говорим, госпожа Иванов, про референдум. Когда я дойду до референдума, социальные вопросы решить. И очень много можно решить, когда есть здоровое сотрудничество между правительством и парламентом. А сейчас я хочу только призывать всех граждан Республики Молдова прийти на этот референдум, потому что это очень ответственный шаг, и проголосовать за сокращение числа депутатов и за то, чтобы отозвали тех депутатов, которые не справляются с данными обещаниями. У вас еще в конце будет время для призыва. У кого-то вопросы? У меня есть вопросы. Пожалуйста, представитель партии коммунистов. Да, у меня есть вопрос, госпожа Иванов. Почему вы не провели до сих пор референдум, когда у вас была такая возможность, и по более чувствительным для нашего общества вопросам? К примеру, так называемая смешанная система парламентских выборов по вопросу того, что вы на наши плечи взвалили ответственность за украденный миллиард. Также, что касается государственного языка Республики Молдова, четыре граждана с гражданством соседнего государства Румынии приняли решение о том, что должен быть румынский язык, хотя в Конституции прописано другое. Конституция меняется конституционным большинством в парламенте, а никак не конституционным судом. Почему вы по этим вопросам не провели национальный референдум? Знаете, очень много хаотичных вопросов. Я не хочу тратить свое время, потому что они абсолютно непросто. Вопросы ради вопросов. Я очень четко сказала, из-за того, чтобы сокращать государственные средства, бюджет, мы решили объединить вот эти вот два вопроса на референдуме. Смешанная система – это также. Хочу напомнить, уважаемый коллега, что этот закон был проголосован 74 депутатами. То есть это также воля народов. Я не буду дальше, не хочу просто тратить свое время. У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Дом Найбунов, вы говорили, в Демпартии говорила, что не будет затрат больших на референдум. Как вы объясните разницу между 53 миллионами лей выбора 2014 года и почти 70 миллионов лей выбора 2019 года? Как вы объясните разницу? Я не сказала, что совсем. Ну да, есть какие-то затраты на бюллетени, но это было бы гораздо больше, если бы референдум проводить в другой день. Спасибо. Господин Даника? Вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста. Я бы хотел бы... Мог бы спросить, вы начали представителя партии демократов, да. Ну... Вопросы, да. Ну, конечно, вы же предложили... Вы предложили, да, вам ей отдуваться, как говорится. Это было ожидаемо. Мы с удовольствием ответим на все вопросы. Поэтому не рафачь, пти, рэч, антреи. Вы сказали, что слышите волю народа, вы хотите, вот все люди этого хотят. Объясните мне, пожалуйста, почему тогда, когда собрали, другие партии собрали 400 тысяч подписей, когда вы держали, то есть контролировали страну, в том числе судебную инстанцию, сделали все возможное, чтобы они проиграли, чтобы не был референдум, и помимо этого еще судью Скортидиапел, которая решила, что будет референдум, вы ее начали терроризировать и открыли уголовные дела. Партия демократов абсолютно ничего не имеет в судебной системе. Это абсолютно разные вещи. Сказки. Да. Вот тогда я бы хотел еще одно сказать. Пожалуйста. Да, хотел бы сказать, это все люди добрые, это все игры политические, не верьте этим всем партиям, это они все рассказывают, сказки, вы уже прекрасно понимаете, что это все обман, они все контролируют и контролировали. Второй вопрос, мы, мы за второй вопрос против, не зря мы, вы сказали, что у нас оригинальная позиция. Первая позиция мы за, второй мы против. Почему? Потому что второй вопрос демократы ставят нам, типа дают нам такую возможность наказать депутата, который будет там что-то нарушать или за коррупцию отнять у него мандат. Нет. Отнимут ему мандат, посадят его в кресло министра. Мы единственная организация общественно-политическая, которая ведет на то, чтобы даже эти депутаты, которые были, допустим, за коррупцию, не надо отнимать мандат, надо через закон, смертную касть, чтобы все начали работать нормально. А так, пугаем сейчас депутата, отнять ему мандат и потом поставить его министра, это все сказки. За второй вопрос, мы против отнятия просто мандата, а за то, чтобы наказать серьезно так, чтобы заставить других работать. И тогда посмотрите, увидите, что никто не захочет быть просто так депутатом. Понятно. Действительно, хочу дополнить, хочу дополнить, уважаемые телезрители, действительно, не верьте словам, а верьте делам. Все, что до сих пор было обещано демократической партии, абсолютно все выполнено. И также будем работать, сообща, для того, чтобы наша страна процветала. Спасибо. Представитель партии «Коммунистов» вопрос. Виолетта Брисовна, скажите, пожалуйста, в 2014 году на парламентских выборах я вместе с вами проводил встречи в троллейбусном парке номер 3 сектора Чиканы, в теоретическом лице «Олимп», по всем пригородам, Бубуечет, Агатина, Будешты. Потом, спустя год после практически парламентских выборов, вы оказались в демократической партии, воспользовавшись нашим доверием, нашими трудами. Вы считаете, что вы должны были быть отозваны в соответствии с продвигающим вам сейчас законом? Это абсолютно разные вещи. Мы проявили ответственность перед страной и перед народом. Мы абсолютно не было понятна логика и последовательность нашего лидера, потому что непонятно, как нам говорили, что надо голосовать за правительство Габурича, где была Майя Санду, либералы и так далее, и так далее, чтобы приостановить политический хаос, для того, чтобы не ввергать страну в досрочные выборы, и категорически запретилось голосовать за правительство Филиппа, где основные министры были наши коллеги, очень узнаваемые люди. И хочу сказать, что партия – это не секта, уважаемый коллега. В партии, значит, есть высокоинтеллектуальные люди, которые принимают решения согласно большинству. Мы тогда приняли решение, я хочу вам напомнить, две трети фракции. Из 11 членов политосполкома 8 проголосовали за то, что мы поддержали правительство Филиппа, чтобы ни в коем случае не ввергать страну в тот политический и экономический хаос, который мог бы быть. И я с гордостью заявляю, что мы и все мои коллеги, мы могли тогда принять любые решения, но мы приняли правильное решение. Мы сделали все возможное, чтобы приостановить хаос, еще учитывая то, что на Украине была война, тогда действительно государственный бюджет пуст и многое-многое другое. И с гордостью заявляю о том, что мы, большинство, так решили. И мы не уходили из партии, нас исключили, кстати, в нарушении устава. Спасибо. Виолетта Борисовна, вы в том числе были членом политосполкома. Политосполком является руководящим нас органом, а не кто бы то ни было, то, что вы ссылаетесь на секту. Что вам мешало на политосполкоме принять любые решения? 8 из 11 членов проголосовало за то, что мы поддержали правительство господина Филиппа. 8 из 11. Большинство. Я вам напомню, тогда был как раз период отчетно-выборных собраний во всех районах. Львиная доля из тех, кто с вами вышли, присутствовали, по крайней мере, у нас в Чиканском райкоме. За сутки до этого присутствовал и господин Михалаки, и господин Решетников. И через сутки он вышел на эту пресс-конференцию. Как вы это объясните? Господин Грицко, у госпожи Ивановой одна минута осталась. Если хотите что-то сказать, пожалуйста. Но, в принципе, я буду уже экономить ваше время. Нас поддержали все коллеги. Все члены партии, практически. Господин Грицко, у вас больше всего времени. Я хочу пообщаться с вами. Как вы отнеслись бы к другим, к референдумам, по другим вопросам? Например, актуальный вопрос, который вообще никто не затрагивает в последнее время, хотя раньше много обсуждали, об отмене депутатской неприкосновенности. Почему бы и нет, но не в день парламентских выборов, соответствующих действующим законодательствам, мы никогда не были против никаких референдумов. Почему бы и нет? Почему вам не выступить с такой инициативой? Или тоже предложение ваше о запрете на переход депутатов из одной фракции в другую? Или какие-то другие инициативы? Почему бы и нет? Вы готовы это поддержать? Мы готовы поддержать любое волеизъявление народа, которое они выскажут. Но соответствующим законодательствам из Конституции Республики Молдова. Спасибо. Вы как отнеслись бы к предложению об отмене депутатской неприкосновенности, если бы такой референдум провести? Мы? К вам по обоим, по очереди. Кто первый? Господин Ляшенко, пожалуйста. Я считаю, что слуга народа, который является депутат, у него есть мандат на 4 года. За 4 года он может доказать, что может или не может. И через 4 года его можно отозвать легитимным путем, выбирая его еще раз или нет. Спасибо. Господин Даника. Я уверен, если спросить такой вопрос у народа. Если они за то, чтобы депутаты не имели неприкосновенность, то большинство проголосует за то, чтобы они не имели неприкосновенность депутаты. Но на самом деле показал даже, у нас есть случай, когда показал, что даже бывший премьер-министр с депутатской неприкосновенностью сегодня сидит там в тюрьме. Но я уверен на 100%, что если поставить вопрос и спросить всех молдаван, если вы словили депутата за коррупцию, чтобы он был наказан смертной казнью, то поверьте мне, за этот референдум это докажет, что это будет исторический референдум. Столько народу придет на этот референдум и столько проголосует за, что вы даже себе не можете приставить. Поэтому мы будем следующей политической организацией, которую будем предлагать и ставить, и бороться за этот референдум. Спасибо. Я уверен, что если провести референдум по введению смертной казни, то, наверное, 90% населения примут участие в таком референдуме, хотя это тоже не совсем демократически, не совсем законно. По-другому никак. Коррупцию можно только так остановить в течение одного года. А по-другому давайте поиграем. 20 лет поиграемся в реформу тогда еще, или 30? Спасибо. У всех меньше минуты, вот у господина Грицко 3 минуты больше. Поэтому я задам вам пару вопросов. Как вы проводите вот эту кампанию? Я, честно говоря, не особо заметил позицию коммунистов в кампании по референдуму. Именно по референдуму, хотя вы зарегистрировались в качестве кандидата. А где вы проживаете территориально? Территориально в округе 25-го. Я просто... Нет, не в 31-м. Да, я проживаю и отвечаю за... Являюсь первым сектором сектора Чиканы. Поэтому я отвечаю за агитацию в секторе Чиканы. Могу сказать, мы занимаемся в том числе встречами с избирателями, визуальной расклейкой. У нас есть очень хороший качественный материал, в том числе и на эту тему. Работаем среди населения. А как вы хотели бы видеть нашу работу? Чувствовать, чтобы люди чувствовали, как нужно отвечать на вопросы референдума. А в будущем парламенте, если станет такой вопрос, если референдум имеет, это консультативный референдум, в принципе, следующим шагом должны быть принятия каких-то решений парламента. Партия коммунистов готова поддержать реформы в будущем парламенте? Если пройдете, конечно, в парламент. Я думаю, что все мои товарищи согласны поддержать любые реформы, которые идут на благо общества, а не на благо каких-то определенных личностей. Любые реформы готовы поддержать. Спасибо. У кого какие вопросы, реплики? Господин Угрецко, нет никаких вопросов. У вас больше всего времени осталось. Ну, я не могу перейти к кампании по парламентским выборам, агитации. Поэтому вы можете использовать это время на ваше усмотрение. Пожалуйста, итоговое, заключительное обращение госпожа Виолетта Иванова, Демократическая партия. Уважаемые телезрители. Во-первых, мы призываем вас прийти на выборы. Потому что выборы – это именно тот инструмент, когда власть находится в собственной руке. Призываем вас проголосовать за референдум, проголосовать за то, чтобы повысить ответственность народных избранников. А самое главное – поддержать самую сильную партию, которая доказала, что может изменить ситуацию к лучшему. Призываю проголосовать за Демократическую партию Молдовы, за самую сильную, компетентную, профессиональную партию и команду. И также за поддержать референдум. У нас команда из профессионалов. Мы доказали, что на деле, что то, что мы говорим, мы действительно можем воплощать в жизнь. Голосуйте за самую сильную партию, за партию демократов Республики Молдова, а также за наших кандидатов. Спасибо, господин Грицко, представитель партии коммунистов. Вашу позицию можете сейчас адитировать за свою позицию по поводу двух вопросов на референдуме. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, время показало, что только у партии коммунистов Республики Молдова есть опыт и возможность руководить государством Республики Молдова. Все остальные партии показали, что они не способны на это. Именно партия коммунистов победила коррупцию и бандитизм в начале 2000-х годов, которая процветала. Именно партия коммунистов погашала регулярно внешний долг Республики Молдова. Сейчас он опять возрастает. Именно партия коммунистов вас хочет убедить в том, чтобы не выходить на эту очередную аферу провластного бинома Плаходон. Плаходон, вообще не брать бюллетни и ничего на них не писать, так как это является противозаконным. Просто не берите. И нынешний режим Плаходон, они допустили, скажем так, небольшую оплошность. Они не убрали порог явки, то есть в одну треть на этом референдуме. Если одной трети не возьмет бюллетни, этот референдум будет недействительным. Спасибо. Господин Андрей Донико, сперанца Надежда Движения. Пожалуйста. Мы призываем, единственное, как я обратил внимание, единственное движение, которое есть среди этих всех партий, мы призываем вас всех. Главное, приходите на выборы. Я знаю, что все говорят, кто говорит, бойкотирует, кто говорит, не берите бюллетень. Такое, вообще непонятно в обществе, непонятно полное, что это такое. Поэтому мы призываем, обязательно приходите на выборах, голосуйте так, как вы думаете. Но поверьте мне, что если будет 61 депутатов, бизнесменов в парламенте, будет намного легче поставить их так, чтобы они так заработали, как часики. Но это будет только в таком случае, если у нас будет реально жестокое наказание за коррупцию, смертная казнь. По-другому никак. Так что голосуйте и поддержите нашу инициативу. Спасибо. И господин Иоанн Лященко, представитель партии Демократия Акаса. Дорогие сограждане. У вас тоже время есть, да. Дорогие сограждане, мы у Неря Демократия Акаса видим решение проблемы Республики Молдова через объединение с Румынией, без разницы, какие у вас политические убеждения, религиозная принадлежность, либо этнос. Потому что Румыния, это минимальная пенсия в 150 евро. Румыния, это средняя пенсия в 300 евро. Румыния, это минимальная зарплата в 300 евро и средняя зарплата в 600 евро. Румыния, это 11 международных аэропортов. Румыния, это рост экономики каждый год подряд по 5%. В ВВП Румынии в 1990 году в сравнении с Молдавской ССР было один к одному. Сейчас в Румынии ВВП на душу населения в 6 раз больше, чем в Республике Молдова. Румыния, эта зарплата гарантирована докторам в 1250 евро. Это 5000 румынских леев. Румыния, это Евросоюз и единственная возможность войти в Евросоюз. Румыния, это горы, это море. Румыния, это Брашов, Сиригишуара, Тимишуара, Ясы, Бухарест. Румыния, это право национальным меньшинствам иметь своего избранника в парламенте, гарантированная конституция. Румыния, это не только румына. Румына, это и русские липовани с Дельтой Дуная. Румыния, это и украинцы с Марамуришей или Буковина. Давайте забудем про всю ложь, которая говорилась до сих пор про Румынию и про унионистское движение. Мы, унионисты, видим решение проблем только так, потому что Республика Молдова доказала за эти 27 лет, что она не может своим гражданам предоставить нормальный уровень жизни. И просто издевается, и каждый электоральный цикл – это просто популизм и геополитическая война. Давайте соберемся вместе, поймем, что только в Румынии мы будем жить лучше, как было и в межвоенном периоде, когда у гагаузов появился Михаил Чахыр, когда были братья Вылковы, когда были издания на русском языке. Про референдум. Референдум нелегальный. Берите буллетень на территории Республики Молдова, пишите слово у НИРИ, те, которые в диаспоре, не теряйте время, не давайте себя запутать, бойкотируйте референдум, голосуйте только по выборам в парламенте. Спасибо. Спасибо всем участникам за участие в сегодняшних дебатах. Я желаю успеха вашим партиям на референдуме, а также на выборах. Уважаемые телезрители, это были дебаты по поводу организации референдума 24 февраля 2019 года, одновременно с выборами. Мы вновь встретимся с вами в 22.50 на дебатах по выборам, а также с понедельника каждый день в 22.50 смотрите дебаты с участием кандидатов-депутатов по всем округам Кишинева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова